Девчонки, всем-всем привет! Сегодня я открываю серию видео про укладки и про мою коллекцию укладочных приборов. То есть я вам буду показывать отдельно каждый прибор и посвящать ему отдельное видео, то какую укладку можно с его помощью сделать. Я уже достаточно давно выставляла фото в инстаграм и тогда я показывала абсолютно всю свою коллекцию. Она у меня не маленькая, я считаю, тем более, что я не мастер по прическам, но мне очень нравится локон, мне очень нравится экспериментировать именно с укладками какими-то. Поэтому я надеюсь, что такие видео окажутся для вас полезными. Я считаю, что в обычной жизни столько, конечно же, не надо, но в силу того, что я бьюти-блогер, у меня скопилось определенное количество этих всех приборов. И, возможно, вам нужен какой-то определенный эффект, вы будете смотреть эти видео и поймете, что же именно надо вам. Первое видео будет посвящено вот такому прибору для укладки, это тройная плойка для создания волн. Это самый новый прибор в моей коллекции и я уже часто и в видео о нем вам рассказывала и появлялась с такой укладкой. И вот сейчас хочу вам немного рассказать о нем и показать, какой же эффект. Я уже включила эту плойку, здесь есть две кнопки включить и выключить. Когда выключена, она красным загорается и когда включена, вот теперь зелененьким горит. Нагревается она ни быстро, ни медленно, то есть понадобится немного времени. Что касается температур, то в книжечке указано, какая температура для какого типа волос подходит. Я ставлю практически самую большую, это 23, но есть еще 25, потому что либо я поставлю маленькую и буду долго держать, либо я поставлю большую и буду чуть меньше держать. В принципе эффект тот же самый. Сама плойка керамическая, это марка кстати Babyliss Pro, то есть профессиональная. Есть такая же из непрофессиональной линейки, не знаю чем они отличаются. Я осталась этой плойкой довольно полностью, мне очень нравятся эффекты, я ее достаточно часто пользуюсь. Особенно тогда, когда мне надо продлить свежесть волос, потому что плюс один день она добавляет к свежим волосам. Обычно если мыть волосы раз в два дня, то с этой плойкой вы будете мыть раз в три дня где-то, то есть она на корнях как-то немножечко подсушивает волосы и это мне нравится. И она также придает сумасшедший объем, зависит от того, сколько вы будете держать все это на волосах. Да, можете сказать, что в принципе заплети косички, ну как многие говорили, и будет даже вреда меньше. Я так не считаю. Объясню почему. Потому что, когда я использую эту плойку, я обязательно использую термозащиту. Она все равно предотвращает сухость волос, тем самым она предупреждает и ломкость, и повреждение волос. То есть термозащита это очень хорошая вещь, используйте ее абсолютно под любые укладки. Если же мы плетем косички на ночь, то во-первых, косички мне надо обязательно на мокрые волосы заплетать. Если заплетать на мокрые волосы, то соответственно я буду их расчесывать, тем самым повреждая. Я говорю постоянно, что я мокрые волосы, я никогда не расчесываю, потому что они самые хрупкие в этот момент. Они больше всего рвутся, ломаются, потом появляются секущиеся кончики. Даже если вы будете использовать деревянные расчески, либо тенгл тизер, все равно волосы будут тянуться, ломаться, растягиваться. И они становятся тоньше. А второе, что мне нравится, когда я, например, делаю косички, все хорошо, вот здесь, начиная отсюда, вот как мы плетем косичку, объем классный. Но вот здесь они как прилизанные получается, и все равно надо использовать начес. Конечно, каждый решает для себя, я вам сказала, как я считаю плюсы и минусы косичек и вот этой вот плойки. Поэтому я для себя все же выбираю плойку однозначно. Плойка практически подогрелась, и теперь что я делаю? Я буду отделять по рядам волосы, все же я пришла к выводу, что мне так удобнее всего делать любые укладки на мои волосы. Отделяю первый слой волос, в принципе, можно взять и побольше. Я не использую пены, муссы и так далее, мне нравятся все же вот такие средства, как, например, текстурайзер от Себастьян. Это такой как гель, мне очень нравится, что он подходит и под прямые волосы, и под волнистые, и под локоны. Тем самым я как бы закрепляю укладку, он еще плюс обладает и термозащитными свойствами, то есть это и уходы, и такое укладочное средство два в одном. При этом он оставляет укладку подвижной, блестящей, нет такого эффекта цементирования на волосах, очень люблю это средство. Я вот так вот на каждый слой волос наношу отдельно, для того, чтобы просто укладка продержалась дольше. Хотя можно, в принципе, использовать и на все волосы сразу. Немножечко даю, чтобы подсохло это средство, чтобы не мокрые волосы укладывать, и приступаю далее к укладке. Нагрелся наш прибор, я делаю, начиная с задних прядей, и начинаю я не прям с самого начала, а где-то вот так вот, потому что ближе к корням я уже на верхних прядях делаю. И еще одно, что я забыла сказать, мне, например, больше нравится, когда вот этой стороной я укладываю вот так вот, то есть не обратно, потому что так волны более разделенными, да, вот более такими структурными получаются. С одной стороны уже волны готовы, и, как видите, здесь я уже начала, вот отступая один сантиметр где-то от корней, и продолжаем на второй стороне. Отделили небольшую прядку волос, и практически у самых корней, вот этой вот стороной. И чем толще прядь, тем больше держите плойку на волосах. Я обычно на более толстых таких прядях, на температуре 23 в этой плойке, держу где-то до 15, я считаю. Если тоненькая прядь, то могу считать и до 5, и до 10. И вот что у нас получилось. Теперь вот эти вот прядки, так как они все попрядно идут, надо пальчиками просто разделить. Я не люблю, например, расчесывать, это уже на второй, либо на третий день, потому что так они очень пушистыми, очень объемными становятся, поэтому я пальчиками вот так вот разделяю. И вот такие у нас красивые и объемные волосы, объемная укладка получается. Как я и сказала, это самый огромный плюс в данной укладке. И мне нравится то, что ее можно использовать как и на коротких волосах, на средних, на длинных. Вот, например, на коробочке, где у нас коробочка, вот здесь на коротких тоже очень классно и очень стильно смотрится эта укладка. Плюс, как я сказала, свежесть волос продлевается. На сегодня это все, что я вам хотела рассказать и показать. Обязательно поставьте лайк, если вам понравилась такая идея видео с укладками и с укладочными приборами. И я буду продолжать данную серию видео. На этом все, увидимся в новых видео. Пока-пока!